всем привет дорогие друзья нас слышно нас видно пишите если слышно видно слышно ли нас хорошо так у меня пока что никакие комментарии не появляются я в этом полный профан конечно же смотрим здесь я вроде идет есть трансляция да а почему я не вижу сообщение вот все слышно написано слышно привет привет слышно ой ну огромное спасибо что слышно так сейчас я большой привет из плавана мы тут смотрим через планшет делаем прямой эфир подключила свои мобильные данные потому что у нас очень плохой интернет дома тут рядом телефон тут компьютер короче все все вместе а вот и сообщение ой так много сообщений мы не успеваем прочитать всем привет 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 со всего мира мы уже здесь читали большой большой может читали здесь перед эфиром конечно же так много уже сообщений поэтому всем огромное спасибо так сейчас я тут быстрее посмотрю если все у меня подключено как нужно так ну что хочу тогда сказать добро пожаловать в наш прямой эфир сегодня будем разыгрывать подарки я вот выставила один экземпляр подарочки для наших любимых подписчиков да всем привет 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 со всего мира привет привет из кишинева даже из билефельда скоро встретимся кто будет билефельде да мне наверное будет проще читать отсюда или с экрана даже не знаю очень быстро идут сообщения здесь наверное можно как-то сделать чтобы она медленнее шло потому что я не не успеваю казахстан с баронина сейчас ты пока поболтая я посмотрю может и можно как-то а можно вот задержку сообщений поставить хотя бы на очень быстро проходят вверх смотрю поле минска крыма везде армении все вроде я помедленнее поставила что сообщение ну что в первую очередь хочу всех поблагодарить за ваше участие в розыгрыше огромное просто нереальное количество комментариев было почти 15 тысяч комментариев это очень много это рекорд на нашем канале за три года поэтому огромное всем спасибо я надеюсь у вас качество видео хорошие потому что у меня все идет через мобильные данные я говорила здесь у нас интернет очень плохой ты выключи звук здесь потому что он перебивает и сказать еще раз всем просто огромное при огромное спасибо за то что вы у нас первую очередь есть за три года достигли уже 202 тысячи подписчиков у нас это огромный конечно же рывок да и огромный плюс для нас мы не ожидали этого я уже как-то рассказывала что открывала канал чисто чисто в шутку да начался карантин и смотрела семью кстати эта семья уже не снимает ольга бавария смотрела у них тоже четверо детей было есть как бы я смотрела как они вот снимают свои покупки куда-то походы да с детками это все это мы че так не смогу что ли но в принципе эта мысль меня очень долго терзала открывать свой канал но никак не не решалась почему-то боялась не знаю то ли плохих комментариев то ли осуждение людей тоже ли насмешек но насмешки вначале все равно были до стеснения было не умела разговаривать на камеру наверное как и все нормальные люди которые но не публичные люди заикалась не то говорила и сейчас очень много раз думаю одно говорю совсем другое потом получается такой сыр бор все-таки за три года все равно есть вот это вот но все-таки открыли канал конечно же были ли в начале и какие-то и насмешки были и люди не верили в успех и мы сами не верили ну а ну будут смотри там тысячи людей да это был мой предел ну пускай 5000 но на 200 тысяч мы никак не рассчитывали поэтому спасибо вам огромное вы нас мотивируете вы всегда нам даете такой знаете импульс идти дальше что-то новое придумывать мы стараемся всегда разнообразить наш канал чтобы вам было интересно чтобы вам было не скучно но все равно мы всем угождать тоже не можем угодить снимаем свою жизнь до снимаем только там например про семью домохозяйства там одно другое пишут что скучно начали снимать там например и распаковки еще что-то то уже распаковки кому-то не нравится они наоборот хотят как бы люди разные до канал про семью поэтому мы стараемся всего по чуть-чуть чтобы было чтобы каждому из вас угодить и всегда конечно же можно пропустить тот видеоматериал который вам ну не нравится да или вам не по душе поэтому я поставила да с перерывами все равно быстро сейчас еще больше поставлю потому что 15 секунд мало видимо ну я пока что вот и хочу немного вот просто поболтать да с вами рассказать буду рада если вы будете задавать какие-то вопросы надеюсь мы будем успевать их читать но убежать помедленнее привет из бельц бельцы привет да привет из бельца прямо возле нашего города молдавии возможно у нас на канале есть и новые зрители которые возможно не знают нашей истории так вот мы приехали из молдавии мы жили в городе драки я это на севере молдавии мы живем в германии уже пять лет пять с лишним лет вот привет из драки да и приехали мы сюда просто за поиски лучшей жизни что ли для лучшего будущего наших детей конечно же молдавия то всегда останется нашей родиной мы ее любим мы очень ждем встречи когда мы едем молдавии мы прямо дети всегда очень рада особенно вот поехать молдавию там наши родственники еще остались но к сожалению так сложилась жизнь что многим приходится искать какие-то лучшие условия для себя да и вот мы одни из тех так напишите если картинка у вас хорошо но я смотрю и горя в телефоне вроде картинка наружая да так ребята как а я не успела прочесть там про бабушку как ваша бабушка с молдавии бабушка слава богу все хорошо она постоянно смотрит наше видео она всем всегда передает привет мы очень ждем чтобы она приехала мы ее звали кстати с мамой уговаривали чтобы она приехала на лето сюда здесь свежий воздух дача до чтобы мы гуляли она сказала что она свои огород не оставит она сначала все посадит потом соберет урожай может на зиму опять к нам приедет до что там не отапливать чтобы ну зимой все равно тяжело особенно бабушка одна ну как бы она не одна там есть мамина сестра всегда помогает спасибо ей огромное но все равно как-то скучно до зимой летом еще как-то по улице ходишь туда-сюда так можно наверно возвращаться чтобы читать какие-то комментарии потому что я не успеваю всем приветик большой вы самые лучшие нет мы не самые лучшие мы обычные люди до качество отличное спасибо большое да вот следующий раз буду знать чтобы через мобильные данные включать то что если мы через интернет на что она прям заикается дачный привет будни бабули и деду маму с папой привет они на даче смотрят нас прямом и шашлыки и мы сейчас придем да у нас там детки сами каши варят в данный момент сказали мама папа не беспокойтесь мы вы делаете прямой эфир они пошли так картошку чистят пюре сказали сделаю так что все хорошо у нас дети взрослые можно уже и в прямом эфире часами болтать картинка супер миллиону подписчик ой ну миллион это мы даже не мечтаем да а вдруг но дай бог конечно же но мы если честно у нас не было никогда цели иметь миллионы подписчиков у нас была цель просто передать хорошее настроение вам всем мы стараемся всегда снимать какие-то позитивные моменты нашей жизни не унывать наоборот как бы людей я сподвигнуть на какие-то хорошие ну что видели хорошие в любой мелочи да и чтоб жили не не будущем не прошлым не воспоминаниями горькими жили сегодняшним днем и радовались жизни плане живы что они счастливы что у них семья рядом и так далее поэтому всегда цените эти моменты потому что никто не знает что будет завтра или что с нами может случиться смотрят сейчас знакомые да вроде и живы здоровы все хорошо потом бац слышишь вот кто-то умер или кто-то куда-то там не дай бог в аварию попал или еще что-то поэтому за нить им предсказуемо оцените моменты мы стараемся вам показывать позитив у нас тоже как и у всех нормальных людей бывают разные в жизни до бывают и плохие моменты бывает у нас нет настроения бывает что-то случается в нашей жизни но мы стараемся это все как-то с улыбкой до входить чтобы но потому что по по собственному примеру уже много раз мы себе доказывали что от того что мы будем плакать орать биться головой об стену же ситуация не изменится а наоборот если мы будем угнетать она все хуже и хуже становится депрессия появляется и так далее поэтому каждую ситуацию нужно оценивать трезво и как бы не то чтобы с улыбкой идти до по проблемам но как-то с оптимизмом до что вот если как говорится после дождя всегда будет радуга поэтому всегда после чего-то плохого будет и что-то хорошее поэтому вот это мы и и стараемся донести до нашим каналам так почитаем дальше бабушка у вас топовая трудовая да бабушка у нас суперская много ей лет желаем жизни бабушка если ты нас смотришь бабуся мы и бабушка никогда не называли бабуся она у нас то тебе большой привет от нас привет из сибири салатерии всем нашим с родины всем большой привет привет из украины привет из россии по идее видео про вашу жизнь германии поэтому мы снимайте разные так намного интереснее кому не нравится пусть не смотрят но это да так каждый пишет да если не нравится проходите мимо но все равно находится к сожалению люди которые высказывают свое такое фида в адрес нашего канала хотя никто никого никогда не заставлял как бы именно на этот канал заходите могли бы и на другой заходить на канал до миллионы реально миллионы каналов сейчас эпоха блогерства мне кажется поэтому есть из чего выбрать реально поэтому не понимаю тех людей где ваши детки наши детки на кухне они там картошку кушать и варят у нас уже взрослые молодцы детки всегда нам помогают сутричка они уж там убрались сами все сделали стирку вывешивали но с вечера который у нас была постирана все везде заправили подготовились куда ли вы закрываете комнате можете делать эфиром и дальше все сами сделаем так вот так лучше я буду сама вот так вот листать заглянула случайно год назад на ваш канал до сих пор помню когда у вас было 190 подписчиков 190 немножечко 190 тысяч подписчиков я осталась с вами навсегда спасибо большое так приветики приветики задавайте какие-то вопросы да потому что читать привет и целый час мне кажется тоже неинтересно мы всем вот так вот машин огромный привет из любой страны может вас что-то интересует что мы что-то рассказали да может мы видео это не рассказываем или еще что-то ну конечно же в пределах норма мне углубляться в какие-то личные отношения так у вас классно привет из твери так сейчас я дойду до последних потому что у нас здесь очень очень много очень много комментариев с владивостока и горюк мой любимый приколист да не горела на нас смешной подел с юмором да на другого я наверное не посмотрела бы я люблю людей которые с юмором до понимают юмор они не обижаются на каждое слово не или всегда могут с юмором отнестись чему там всегда могут рассмешить поэтому хочу подарок подарки позже будем разыгрывать пускай еще подключится побольше людей ну потому что как минимум до 14 тысяч комментариев было значит столько людей участвовала собралась поболтаем сегодня воскресенье надеюсь ни у кого никаких планов нету мы специально на выходной день поставили добрый день не жалейте что дачу продали если с домом не получится будете новый искать во первых мы никогда не пожалели что продали дачу потому что мы ее не продавали чужим людям а своим и мы в любой момент когда мы захотим отдохнуть на даче всегда мы как бы желаемые гости это слава богу дали мясо и оля сереже всегда говорили если вам понадобится даже если вы захотите гостей позвать это с вашей стороны естественно мы это делать не будем то всегда мы рады вас приветствовать на нашей даче никогда нам ничего не наоборот как бы за любой кипиш они нам быстренько позвонили так мы там что-то пожарили что-то сделали прибегайте на дачу слава богу у нас отношения очень хорошие в семье поэтому насчет этого у нас проблем нету и у родители точно также если что-то нужно они вот даже сейчас мы были да с детками в горы ездили мы едем по дороге обратно мама с папой звонят так бы наверное голодные с дороги сразу через дачу проезжайте мы вас накормим и все приготовили а потом пойти домой отдыхать поэтому насчет этого у нас никогда не было но если с домом не дай бог не получится мы все-таки надеемся что у нас все получится до конца да то возможно и будем искать но я пока не хочу об этом думать мы все-таки мечтаем о своем доме потому что мечтах домик но многие говорят что это вот если честно вот про тему дома давно многих я не понимаю когда говорят что может типа вас бога берегает от того что вы не вошли вот в эту вот ипотеку и так далее мы все равно платим дорогие друзья мы платим за эту квартиру и немалые деньги и почему бы не платить те же самые деньги но за свое жилье здесь все равно если мы не будем платежеспособными нас я отсюда выгонят из этого из этой квартиры нас выгонят да и какая разница я не вижу просто хочется иметь свой уголок чтобы что-то оставить после себя ну и там конечно же другая атмосфера это ты чувствуешь то твои здесь например я тоже много чего хочу поменять в этой квартире сидишь думаешь зачем это не моя квартира зачем вкладывать деньги на то на это так своими силами где покрасили где обновили где чуть-чуть или что-то так и приукрасили да в своем доме у тебя полная свобода и потом от своего родной а ты там вкладываешь душу в это все и детки растут и какая-то да и земляки разу можно поиграть и можно даже вот вчера мы были в костях у друзей а у них собственный дом но он у нас уже по инерции 9 вечера дети шумели с игрушками так дети потише в том дом и боже они в своем доме можно как бы играть выходные дни и прыгать бегать здесь здесь у нас сразу как бы есть барьер да так обед нельзя пылесосить я хочу там мясо отбить и все нельзя потому что обед или вечер или еще что-то но есть какие-то свои границы конечно же своем доме тоже не может делать абсолютно все что угодно тем более слизи и сейчас да не надо но все равно как-то там мне кажется даже лучше дышится не знаю мы когда за это зашли первый раз в этот дом его посмотреть мы вышли оттуда я сразу почувствовала что это наше ну мы многое смотрели до этого честно говоря мы много домов обижали и многие со многими разговаривали и много чего смотрели и нигде не было вот этого чувства что это прям твое поэтому мы прям вцепились в этот дом возможно он не всем понравится возможно он не такой как люди себе его представляют но для нас это просто идеальный вариант на этот момент поэтому мы прям очень очень ждем и надеемся что у нас все получится один банк отказал это ничего страшного банков огромное количество я думаю все равно что-то да получится у нас поэтому мы не теряем надежду так дальше какие у нас вопросы если так на каждый вопрос будут по полчаса отвечать до утра будет но вы знаете что я разговорчивая девочка поэтому не удивляйтесь мне только той поболтать какие каналы сами смотрите какие нравятся ой разные смотрим особенно с германии вот игорь например да какие ты смотришь я германца смотрю германца вот это ну с валерой как было влоге германии смотрю день серёжа иногда смотрим елена дейс смотрим тоже иногда екатерина гол тоже новый канал так бавария рус 174 до катина будни иногда смотрим ну каждый канал мы по чуть-чуть смотрим из тех кто не в германии я смотрю в польше оси называется иногда вот мне нравится смотреть именно когда она влоги выпускает не она бьюти-блогер но когда она показывает много косметики и так далее о андрюшок идет то я не смотрю потому что я не гоняюсь за трендами косметики и так далее у меня один свой стандартный набор как бы и я им пользуюсь андрюша скажи привет всем они скажи привет иди давай сейчас ксюша приготовит пюрешку будете кушать даже так что мы еще смотрим не знаю даже если честно не особо есть времени на то чтобы смотреть разных блогеров русских блогеров смотрю про машины до каждого свои интересы я иногда мне просто выскакивает в рекомендованные я могу посмотреть там одно видео 2 интересует если что-то меня не интересует я просто не смотрю но никогда не пишу никакие плохие комментарии что это не моё почему вы это снимаете вот даже взять например да закрой пожалуйста дверь осью да с польши я ее смотрю так у нее есть видео которые меня вообще не интересует я просто не смотрю если смотрю что она выставляет там обзор косметики или что это меня не интересует и я просто пропускаю это видео когда она показывает что-то по-домашнему да что-то готовит что-то делает там с детками или еще что-то то я смотрю никогда в жизни не позволю себе написать ой засняла там нет понятно чё или еще что-то ну вот как то так ирина вы не хотите устроиться на работу если завтра youtube отключат а вы взяли кредит ну конечно же работа всегда идет как всегда пойду на работу я никогда не стеснялась никакой работы и вообще не понимаю людей которым ну вот они судят людей по принципу там работы кто сколько зарабатывает где работает там ученый он не ученый и так далее никогда не стеснялась никакой работы надо идти в уборщицы я пойду в уборщицы надо будет пойти в магазин там таскать ящики я тоже пойду я пойду на вторую работу вот он не пахнут мы работа не боимся зарабатывать никогда не стыдно и кем бы мы не не были допускай у нас будут миллионы подписчиков если мне понадобится пойти на работу и даже сложную физическую работу никаких проблем насчет этого нету поэтому пока что у меня работ хватает дома я иногда это не успеваю делать что себе запланировано все таки двумя фирмами надо держать темп надо держать ритм надо как-то вкладываться в это все и идеи ну кто не занимается тем же ютубом они меня не поймут многие считают что это не работа что-то ничего сложного в этом нету и так далее но кто этим занимается меня прекрасно понимают что это тоже нужно думать нужно привлекать народ да нужно думать как это заснять какого ракурса чтобы было красиво это много чего и читать нужные учитель разные программы и так далее но это тоже работа пускай она не такая сложная физически на тоже работа поэтому пока что меня моя работа устраивает так где у нас еще что с домом с домом ждем все ждем надеемся и что у нас все получится так ирина в прошлом видео говорили что банка вам кредит не дает у вашего мужа фест арбайт или бифристы если бифристы то банк денег не сможет дать нету игоря давно у фест он бифристы контракта он уже работает там на работе сколько лет на пятый год у него давно бифристы там ему сразу продлили не не в этом проблема я даже вам просто мы многого сейчас не можем рассказать по тем или иным причинам во первых хозяева дома русскоязычный и мы вообще в принципе не хотели бы много деталей до выдавать его про стоимость про одно по другое может им это не надо да что все знали во вторых я хочу сказать что сейчас именно проблема была немного не в нас ну там были нюансы не будем углубляться вот так да банку нравится наши доходы банк посчитал что мы платежеспособны насчет этого нет проблем есть единственная проблема то что если мы самостоятельно вот как я в моем случае я сама на себя работаю предприниматель то надо иметь полных три года предпринимательства и банку показать 33 годовых отчет или как сказать по-русски там еще писали что мы должны иметь первоначальный взнос и вам банк как бы одобрит лучше у нас есть первоначальный взнос насчет этого вообще проблем нету просто некоторые банки цепляются то что у меня нет трех полноценных годовых отчетов так как фирме меньше трех лет и они просят дополнительные документы они они страхуются поэтому это все длится намного дольше и они требуют дополнительные какие-то справки от бухгалтеров и так далее они все ждут они ждут часы что и реклером готов как налоговый как он называется налоговый отчет до за 2022 год который мы сейчас ждем чтобы мы получили ну а так в принципе не это просто дело времени наверное я думаю что какой-то банк согласится сто процентов салуд дин молдова буна зила так привет из кишнева мои детки перри что тут написано перебают а передают передают вашим деткам привет они 1 привет от наших деток ирина как с немецким видела некоторые люди люди пишут на немецком языке значит я вам скажу конечно же я не поддержу какой-то литературный разговор на немецком языке но все что касается того что нам лично нужно вот например даже взять этот кредит на дом все документы что мы сейчас собирали мы все проходили через чисто немецких людей мы не как мы не спрашивали у русскоязычных чтобы нам помогли или еще что кто-то нам зараза звонил чтобы за нас звонил или за на что-то спрашивал мы все сами делали и везде на нашем пути но встречались только чисто немецкие люди поэтому как бы если я с этим разбираюсь значит могу разобраться да у меня неправильно немецкий я разговариваю с ошибками но я намного лучше понимаю чем разговариваю ну потому что больше я слышу или например вот если читаю или еще что-то чем у меня есть практике разговорной речи но люди меня понимают и когда я всегда предупреждаю извиняюсь собой немецкий язык они всегда говорят что у меня очень хороший немецкий язык нет они естественно мне льстят они же не скажут да ты дура там ничего не знаешь но все равно они меня понимают и если даже где-то я не могу сказать что-то выговорить я ищу попроще слова и все равно это могу выговорить и то что они говорят если я тоже не пойму я им просто прошу его чтобы они перефразировали да свой ответ чтобы я могла понять поэтому проблем у нас никогда не было всегда куда нужно позвонить или узнать или вот письма всегда приходят туда в германии кто живет знает здесь бюрократии счета на все абсолютно приходит письменный доклад и с этим мы разбираемся дети естественно они говорят намного лучше не уже как немцы которые здесь родились они без акцента разговаривают ирина игорь если будете вы в штутгарде напишите очень хотелось бы увидеться с вами нам в принципе бы хотелось с вами верить всеми встретиться и пообщаться ну по мере возможности у вас игорем есть разница в возрасте конечно есть у нас 6 лет разница в возрасте мы не скрываем свой возраст я не считаю в этом ничего зазорного знаете как говорят женщины не спрашивают о возрасте нужно уметь достойно стареть еще тоже да и я не стесняюсь каждый возраст хорош по-своему мне 36 лет на данный момент игоря вот через полтора месяца будет 42 поэтому мы не стесняемся какие мы есть такие есть очень позитивная семья спасибо огромное привет из лондона до из испании так когда в молдавию приедете ой не знаю у нас дети так мечтают они каждый спрашивает когда поедем молдавии но мы все ждем решения с домом если нам одобрят кредита у нас вряд ли ухватит финансов для того чтобы куда-то еще путешествовать в этом году потому что сами знаете кто здесь германии живет и кто что-то покупал не знают какие огромные деньги на документы уходят на оформление на нотариуса и так далее просто огромные деньги и за все нужно платить поэтому не знаю как у нас все получится если не дай бог у нас не получится дома то конечно же мы поедем в молдавию в отпуск а если у нас получится у нас будут немного другие затраты поэтому в этом году если ну дай бог что получилось дома мы пожертвуем отбухом и будем налаживать да все в доме поэтому ничего не могу сказать у нас в этом году как никогда никаких планов нету большие молодцы стараемся привет из россии привет из крыма как говорил суворов плох тот солдат который не мечтает стать генералом но это да всегда должна быть цель дорогие друзья и мечта потому что без цели просто вы живете сегодняшним днем и и у вас нет к чему стремится так из узбекистана белоруссии и еще вопросительный знак чтобы ответить возможно на какие-то вопросы пока ты что-то расскажи смотрю читали в нашей паре вы заметили и сами их игорь и у нас молчаливая я болтаю за двоих всегда он молча все делает и делает качественно и на совесть мы дополняем друг друга он молчит я слишком много говорю то есть ли будем оба будем болтать то перебьем как бы другие так что я тебя чуть и это не означает что я ему не даю слова там не иногда там писали в комментариях что я его перебиваю не даем слову просто не любит разговаривать ну так фразу скажет и все для него это максимум а мне только дай поболтать особенно если у меня хороший разговаривать но пока да потом камера выключается он немного стесняется камеры так как на камеру так как будто до слова не приводят камеры ты намного больше разговариваешь когда камеру на тебя на цели что ты уже начинаешь привет маме игоря надеюсь они нас тоже сейчас смотрят все мама привет мама привет братья там наверно тура воде им привет они нас тоже все ждут в молдавии на рыбало смотрим ирина игорь с вами звонить давайте уже розыгрыш интересно же давайте поболтаем еще только 4000 людей с нами а участвовала в розыгрыше 14000 поэтому хочется чтобы чуть чуть больше людей присоединились но опять здесь вопросы про дом наверное мы уже все рассказали и равно наш финанс оператором подавал документы только третий банк согласился так что это очень редко получать с первого раза ну мы также подумали что у нас еще все шансы какие у вас фрукты растут яблоки яблоки груши яблоки груши так особо чтобы я замечала что какие-то экзотические фрукты здесь в огороде у людей нет все мне кажется привозной или где-то где-то выращивается до когда уже призы подарим подождите сейчас начнем так сейчас еще немного и начнем я уже здесь подготовила уже нашла программу все это вот что потом только начать и все так отпуск куда планируете никуда планируем отпуск провести в своем новом доме поэтому где покупаете палеты если не секрет секрет не расскажем не покажем но сами понимаете это дело тонкая это бизнес она нам вот уже сколько мы уже имеем двери больше и никакого ответа не можем добиться даже раскупают очень мало товара поэтому нас еще кстати ждет одна распаковка мы все никак не 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 сделаем ее обязательно на этой неделе сделаем из польши привет привет из лондона сколько языков вы знаете ирина ну как вы слышите на русском общаемся неплохо естественно молдавский тот же румынский у нас родной язык тоже я училась в школе в румынской школе румынский язык это сейчас чтобы не пошли споры потому что очень многие спорят насчет того какой у нас язык молдавский или румынский но я скажу одно когда я училась в школе у меня было румынский язык и румынская литература у нас не было молдавский язык история румыни лор это тоже румынская история Поэтому я так и говорю, что вот наш родной язык это румынский, хотя что молдавский это то же самое, но он больше как диалект румынского языка, я бы сказала, потому что очень много в молдавском языке примеси русского языка и украинского, потому что раньше, когда был Советский Союз, все народы, конечно же, жили намного дружнее и все это было смешано. И так как мы живем недалеко от Украины, то у нас очень много и украинских слов, и акцентов, и есть украинские села у нас, но так в принципе у нас в Молдавии, мне кажется, каждый знает и русский, и молдавский язык, ну редко встретишь, когда знает только один из них, просто кто-то лучше говорит по-русски, кто-то хуже, но каждый понимает, мне кажется. Ну и еще я в университете учила английский язык, я закончила университет на английском языке, я диплом защищала на английском языке, была в Америке, будучи студенткой на 4 месяца, ну тогда такое время было work and travel, это все везде ездили в Америку, подавали документы, и на то время, я вам скажу, английский я знала очень хорошо, я очень свободно разговаривала на английском в то время, но прошло, конечно же, очень много лет, и так как этот язык не практикуется, он начинает забываться, если я слышу, когда кто-то говорит на английском, я понимаю, а мне уже сложно вспомнить многие слова, и как они, ну благо вот с детьми занимаемся, они учат английский в школе, и больше вспоминаешь, и начинаешь вспоминать то, что ты знала когда-то, но к сожалению английский отошел уже на задний план, поэтому вот как-то так. Еще и в школе французский учила, и тоже кое-что помню, кое-что не помню, вот. Балжур. Так как у вас немецкий, мы уже отвечали, как дети адаптировались, хорошо знают язык. О, дети адаптировались, у меня такое ощущение, что они всю жизнь здесь жили, у них и немецкие друзья, и общаются они свободно на немецком, иногда даже пугает то, что они среди, ну дома находясь, и между собой тоже говорят по-немецки, им так проще, но я их понимаю, потому что, ну молдавские они знают только из того, что мы дома разговариваем, да, давай покушаем, давай ляжем спать, там мыться, ну другое там, как дела и так далее. А какие-то такие слова, которые они в школе учат, ну по программе, то естественно они на родном языке не имеют откуда знать, потому что они в школе наши не учились в это время. Им проще говорить на немецком. И друзья у них немецкие, да, очень много, и общаются они по-немецки просто отлично. Я бы не сказала, что их можно отличить, как-то у них даже акцент немецкий какой-то, да, они прям в совершенстве, я бы безтеснением сказала, что разговаривают на немецком. Конечно же много чего они еще не знают, но у них все впереди. Слава Богу, стараются, так что, так, как вы с мужем познакомились? Мы жили по-соседству. Мы жили через один дом, но мы не всю жизнь жили рядом, мы жили с родителями в центре нашего города, а потом в 2000 году мы с родителем переехали в другой район жить, они купили другую квартиру, и там вот по соседству был Игорь. Ну мы тогда не общались еще с ним, потому что он был старше, я еще училась в школе, и мы друг друга не знали. А потом как-то в один момент я не знаю, что произошло, я выросла, что ли, он на меня обратил внимание. Андрюш, адрешите, пожалуйста, туда в зал, это не слышно. Ну я даже не помню, как у нас это все произошло, наши родители дружили, между прочим, у вас тогда были озера, поля, помнишь, ваши родители приглашали наших родителей на рыбалку, просто посидеть, там шашлыки жарили. Ну естественно мы как-то, сначала мы дружили много лет, просто дружили, да, я была младше, он старше, но когда я уже подросла, стала девушкой, то Игорь обратил на меня другое внимание, и у нас это все закрутилось, завертелось, конечно же. И вот до чего дошло. Да, получилась любовь. Да, любовь-морковь. Так, ваши детки только говорят на русском, читать и писать они не могут, могут, они и читают, и писают, и пишут хорошо, и на русском, и на молдавском в том числе. Так, молдавии, когда мы уже сказали, неизвестно. Скажите, есть ли у вас новые задумки для видео, может другой формат? Ну, задумки у нас разные есть, это все смотря по возможностям, это все не так быстро делается, да, и надо, не просто один раз показала, и все, надо как-то цепляться, да, за идеи, поэтому задумок у нас очень много всегда, но не всегда есть возможность их реализовать. Ну, будем думать. Ваши родители приехали сразу с вами, нет, мама приехала спустя 4 или 5 месяцев, так, где-то она прожила здесь, я не знаю сколько, пару месяцев, потом папа приехал, и самый последний, это приехал мой брат, я еще даже помню на мой день рождения он приехал, сколько они живут, два года? Или чуть больше, я уже не помню. И самое последнее приехала Оля с Катюшей, когда Сережа уже устроился на работу, он нашел квартиру и купили кое-какую мебель, да, чтобы могли жить, и тогда уже Оля с Сережей приехали. Интересно, какое у вас образование? Самое обычное, университет закончила в Кишиневе, на академической студии Молдавии, как назвать по-русски, академии для студии экономичи, вот, в Кишиневе, факультет финансов и банки, закончила, работала в банке один месяц и ушла, потому что зарплата была просто никакущая, ну, и потом узнала, что забеременела Ксюша, и Игорь сказал, лучше сидеть дома, чем в 8 вечера приходить с такими вот глазами, от компьютера, и так вот, и не пошло у меня с работой. В отпуск, в отпуск, в отпуск. Так. Ира, кто дом продает, ждут вас деньгами, да, ждут, они сами понимают, они когда-то тоже брали кредит, я не знаю, что это все не за один день решается. Долгое. Да, тем более процесс. Тем более, у них тоже есть свои планы, ну, как бы переезда, не хочу вдаваться в подробности, да, им тоже нужно время, поэтому у нас как раз сошлось идеально, и они, им требуется время для того, чтобы освободить дом, и нам нужно время для того, чтобы оформить документы. Долгое. Так. Так, Ира, ты сейчас не занимаешься подарками из кофрированной бумаги с конфетами? Нет, не занимаюсь сейчас, хотя кофрированной бумаги у меня еще в остатках очень много. Просто, я не знаю, я такой человек непостоянный, что ли, я бы сказала даже, очень часто берусь за что-то, хватаясь, потом у меня появляется другая идея, я хочу другую идею развивать, и то отставляю в конце, потом опять что-то появляется, но в итоге я возвращаюсь к тому, что начинала, и все это совмещаю. И пока что, пока что не хватает на это времени. Так, дальше. Опять привет из Лондона, смотри, как нас в Лондоне смотрят, да? Повторяется, может. Надо поставить сначала. Нет. Сохраните эфир, пожалуйста, обязательно сохраним. А где Барсик? Барсик где-то спит у нас. Вот это свежие, вот, 40 минут. Да, да. Иринка волосы отращивать решили. Да, немного буду отращивать. Сейчас я их так немного подкрутила. Я в последнее время очень смотрю старинные фильмы 60-х, 70-х годов, и там всегда женщины так красиво были уложены. Мне прямо, знаете, это на удивление, думаю, в те времена, когда не так много было всего, не так много возможностей, то люди так красиво за собой ухаживали. Сейчас, к сожалению, кстати, вот взять разговор про моду, я, если честно, не понимаю нынешней моды, потому что девочки, они вообще не женственные стали. Они, смотришь вот так вот со стороны, думаешь, то ли это парень, то ли это девушка, все одеваются в балахонистую одежду. Пропала куда-то женственность, вот это вот изящество, да, женщины. Не знаю, к чему стремится мода, но мне лично вообще не по душе. Я за то, чтобы вот были платья у девочек, чтобы девочки выглядели как девочки, ухоженные, уложенные, накрашенные, да, с каблучком. Здесь в Германии вообще, в принципе, не видела никогда никого на каблучках. Все в кроссовках. Все в кроссовках, ну, может, еще бабушки, да, старенькие, они более ухоженные здесь ходят. У них всегда белые наглаженные штанишки, у них всегда накрашены ногти, губы накрашены, у них часы, кольцо. Ну, всегда такие аккуратные бабушки здесь в Германии, а молодежь, к сожалению, это совсем не то. Поэтому страшно подумать, что будет дальше. И вот смотря вот эти фильмы старинные, мне так нравится, как тогда женщины выглядели. Они прям женщины и женщины были, да, всегда уложены, всегда какие-то прически, кудряшечки там, всегда накрашены. Ну, вообще, красота, она смотрится на такое, а сейчас, конечно же, это туши свет. Мальчики выглядят как девочки, а девочки как мальчики. Так, сколько языков знают ваши дети? Ну, молдавский, русский, немецкий, естественно, английский учат в школе, и английский, кстати, у всех отлично получается, да. Со следующего года у Ксюши еще, кстати, учат в школе еще и русский язык, как дополнительный язык. А Артем со следующего года будет учить еще и испанский. Кто занимается с детками русским языком? Не знаю, никто не занимается. Вот Ксюша учит сейчас, как дополнительный она взяла себе русский в школе. Друзья много. Много друзей, телевидение много на русском языке, мы разговариваем вот так вот в камеру, да. Что вы понимали, когда мы приехали в Германию, русский, на русском разговаривала у нас только Ксюша. Лера и Артем, они не умели говорить, они только понимали по-русски. Если что-то спросишь, но они отвечали на молдавском. Сейчас они в совершенстве на русском языке разговаривают и пишут, и читают абсолютно. Ну, мы стараемся вот так и Андрюшу учим, да. Андрюша тоже знает алфавит и русский, и немецкий, и английский. Стараемся в игровой форме, естественно, и старшие дети это тоже слышат и учат, когда мы делаем уроки. Андрюша от них слышит многое и учит. Ну, как-то так, чтобы у нас прям по часам мы сидели и учили что-то, нету. Потому что насильно мил не будешь и в голову информацию не засунешь, да. Иногда общаемся на другом языке. Вот часто мы с Ксюшей, она вот английский, она очень любит языки. Ей прям хорошо даются языки. Мы часто на английском общаемся. Вот я ее могу спросить, там, как дела, что нового в школе, чтобы она мне отвечала на английском языке, да. И Лерочке хорошо идет, Артем вообще так, у него есть математика, хорошо, как бы он. У каждого есть свои, да, приоритеты. Ксюша языки очень любит, Артем математику очень любит. Лерочка и то, и то, ну, нормально у нее получается. Так. Ирина, почему вы не переехали в Кишинев? Там тоже было трудно. Ну, не знаю, как-то мы себя там не видели, и я не знала даже, с чего там начинать. Вот в другую страну свободно, а в Кишинев как-то не мое было. Мы вообще, в принципе, не любители больших городов. Хотя я родился в Кишиневе. Да. Мы не любители больших городов, так? Вот мы, если куда-то едем... Да, вот это все машинное движение, куда-то добраться, это пробки, это... Вот Плаун, это самый лучший город. Плаун небольшой город, здесь тихо, хорошо, спокойно. Можно и прогуляться, можно и не переживать, что дети там сами ездят, да, на трамвае в школу. И автобан близко. Везде доберешься быстро. А в больших городах у меня такое ощущение, что жизнь протекает мимо тебя. Всегда какая-то суета, надо очень заранее выходить из дома, если идти на работу, куда-то ехать. Вообще добираться. Ну, не знаю, мы не любим большие города, мы такие вот люди, да. Но в село я бы тоже не поехала жить, в поселок, да. Слишком тихо тоже не для меня. Вот такой среднячок. Потому что, когда вот прямо мы только, да, вот дом, например, взять в такой глубинке, где никого нету, нету ни движения, ни магазинов, такое ощущение, что ты просто оторван от всего мира. В лесу живешь. Мы общительные люди, нам важно, чтобы у нас в нашем окружении было много знакомых, друзей, чтобы мы часто с ними встречались, общались. Поэтому для нас среднячок, вот самое лучшее. Ну, вообще, в принципе, нам очень нравится этот город Плаун, и чистый, и хороший, и безопасный, по крайней мере, да. Да, многое слышишь по новостям в больших городах, там какие ужасы творятся. Здесь такого нету. Так, привет из Молдовы тоже. Так, Тюмень. Нашли ли вы жильцов на эту квартиру? Да, у нас три семьи с нами связались. Но мы сказали, что пока мы не будем знать 100%, что с нашим кредитом, мы, естественно, сроки не можем еще им сообщить. Но одна пара даже была, посмотрела нашу квартиру, ну, здесь, им все понравилось. И они сказали, что если им достанется, то они охотно перенимут эту квартиру. А вот и Бартик очнулся. Поэтому, ну, так как у нас еще нет сроков. Бартик, смотри, тебя хотят видеть. Кто хотел Бартика? Вот он, Бартик, да? Ты наш умничка. Все его любят, да? Ты наш умничка. Он такой ласковый, он никогда не кусается. Ну, Андрюша, вот сколько лезет, да, с ним играться. Он никогда его не поцарапает, не укусит. С нами спит всегда. Мурлычет по утрам. Так. Ну что, люди уже просят розыгрыш. Может, уже 5000 вот уже зрителей. О, мы уже 46 минут общаемся. Мы можем начать уже. Такое ощущение, что мы 5 минут назад начали. Наболтали, да? Когда розыгрыш? Вот все, сейчас будем разыгрывать. Давайте. Начнем сейчас я пролистаю. Держите колочки и начинаем. Может, у вас еще есть вопросы, но... Но эфир... О, ура, Барсик, пишут уже. Ура, Барсик. Увидели Барсика. Вы не шкодуете, что переехали в Немеччину. Я, если честно, по-украински не очень хорошо умею читать. Нет, мы еще никогда не жалели, что мы сюда переехали. Да, конечно же, это страна со своими особенностями, со своими законами. Нужно тоже время для того, чтобы к этому всему привыкнуть. Много чего мы не знали, много где ошибались, и до сих пор еще много чего не знаем. Но мы стараемся, да, благодаря вам мы тоже очень многое узнаем, поэтому... Без дороги. Да, мы пока что не пожалели, что мы сюда переехали. Здесь для нас намного больше возможностей открылось, и поэтому пока что нам все нравится. И много друзей у нас здесь, и мы не одни, и такое ощущение, что мы здесь всю жизнь жили. Так, ну что, хочется подарочек. Ну, давайте начнем. Сейчас я открою здесь программу эту. Начинаем розыгрыш. Так, у меня здесь еще и кофеек. А у меня вода. А то наболтала так, что у меня аж прямо с уха во рту встала. Ой, я наболтался. У меня еще язык болит. У тебя должны от меня уши болеть, а не язык. Ну, я так прикрывал чуть-чуть. Так, сейчас я разверну камеру. Так, подарочки, кстати, вот они. Напоминаю, у нас набор из ложек поварежек там, всякие мерные стаканчики. И два полотенчика для кухни. На 10 подарочки доедут в целости и сохранности. Вам они понравятся. Мы постарались что-то найти такое. Да, и вот наш Барсюша здесь. Ой, у меня такое ощущение, что я сейчас лопну с этими волосами. Что-то так жарко стало. Наверное. Снимаем камеру, сейчас я как-то вот так вот сначала. Как это все сделать? А вот здесь. Все, наверное. Еще раз. Так, я надеюсь, вам будет видно. Так, тут у нас вот компьютер. Я уже ввела. Мы будем разыгрывать через программу Liza on Air. Это программа для розыгрышей. Она сама подбирает нужный комментарий. Я уже ввела ссылку на вот это видео, где мы говорили. Здесь вот написано 14 770 комментариев. Как-то картинка немного размыта, но я надеюсь, что вам будет видно. Так. И 88 446 просмотров. Нажимаем на старт. Так, тут нужна какая-то авторизация. А, вот. Сейчас, секундочку. Я это все сделаю сначала. Смотрите пока туда. Чтоб пароль мы не увидели. Да, что там еще? Так. А то пока это вот все шло, у меня уже вышло, аккаунт вышел. Ты пока читай. Всем привет, 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 так. Так, все, вроде уже сделала. Идем обратно. Так. А, вот. 88 604 просмотра. 14 859 комментариев. Старт. Чего это опять просит тут? Ссылка есть. Так, что-то я тут не соображу, что нам нужно. Так, давайте еще поболтаем. Я сейчас налажу пока с Игорем поболтаете. Вы камеру разверну. Что-то у меня здесь не идет. Слушайте. А я почитаю. Ты почитай и отвечай. Я говорю, мы с розыгрышами разу делали год назад. Да, да я уже, я даже не помню, как вы это делали. Но сейчас я постараюсь это все. Привет, Якутии. Удачи в покупке дома. Спасибо. Германия. Из Сибири. Привет. Где Игорь работает? Так, я работаю в Хофе. Холодильники эти промышленные, большие. Делаем эти стены из пены. Короче, большие холодильники, которые в Кауфланде, в Лиддле. Вот эти холодильники. И даже на кораблях холодильники такие большие. Очень огромные. Так, что тут. Я очень извиняюсь за эту задержку, но я не знала, что здесь надо регистрироваться. Так. Я разъясню, что-то. Много комментариев, да, тут пишут. Я выиграю. Ну, даст Бог выиграете. Так, сейчас я оплачу, и может оно пойдет. Ждем-с. Дайте без розыгрыша мне подарок. Надо все почестить. Надо по-честному все. Так каждый захочет. 200 тысяч подписчиков. К сожалению, 200 тысяч подарков у нас нет. Самолетик. О, заклеил? Так, все, сейчас вроде... Мама! Да, зайчик? Хорошо, хорошо. Иди, Грайся. Браво! Так. Все, вроде пошло. Надеюсь, вам хорошо видно. Обрабатываются вот комментарии сейчас. Так, интересно, кто же выиграет. Мне само интересно. Так, это он сейчас ищет, да? Он сейчас обрабатывает все комментарии. Сейчас, наверное, будет выскакивать кто-то или что. Я даже не знаю. Честно, не знаю. Поэтому сами ждем. Сейчас вместе с вами будем разбираться. Потому что мы впервые в такой ситуации. Ну, за последние сколько это? Больше года назад у нас было 100 тысяч, так? Я уже забыла, как мы тогда делали. Сейчас вот обработается. Да, почти 15 тысяч комментариев. Вот это да. Спасибо огромное, ребята. Иди, Артем, иди на улицу. На улицу хочет. Так, и что сейчас дальше? О! Любовь Мишагина. Всем мира, добра, с любовью из Казахстана. Надо ручку написать, да? Да. Да, вот здесь есть, надо было подготовить, я забыла. Или скриншот делать? Нет, сейчас я буду. Так, сейчас я буду фотографировать. Так, Любовь Мишагина, я вас поздравляю, первый победитель. Я буду фотографировать. Или сфоткать. Да. Так, для того, чтобы с нами связаться, напишите на наш номер ватсап. Номер я оставлю, потом закреплю в описании. И напишите нам потом ваш адрес. Чей этот, ну, чей этот комментарий. Так, а дальше как? Так, что ли? Сказали из Казахстана. Ирина Мозгунова. Поздравляю вашу семью, так как вы супер мама и супер папа. Очень люблю ваш канал. Успехов вам, процветания. Ждем следующих видео. Ирина Мозгунова. Поздравляем вас, второй победитель. Так, фотография на память. Даже не знаю, откуда, потому что надо было сказать, да, чтобы каждый в комментариях писал, откуда он. Ну да. Да, надо было лучше так сделать, но ничего страшного. Дальше. Тина Кая. Спасибо вам за то, что вы есть. Всегда жду ваши выпуски. Тина, поздравляем вас, мой третий. Так, ты считаешь, что у них три, да? А то сейчас будем разыгрывать 50, которых нет. Я лучше буду писать. Да, Тина. И если кто-то себя узнает, вы пишите в комментариях. Так, где здесь комментарий? Давай. Может, кто-то из вас уже себя здесь увидел? Так, давай дальше. Четвертый победитель. Галина Киселева. Ирочка Игорек, вы чудесная пара. Очень приятно вас всегда смотреть. Желаю вам здоровья, удачи во всем. Так, Галина Киселева, поздравляем вас. Напишите потом нам в WhatsApp, свяжетесь с нами. Фотографии сделали. Дальше пятый победитель. Так, победитель номер пять. Татьяна Королькова. Не пропускаю ни одну вашу распаковку. Поздравляю, Игоря, с днем отца. Желаю всего самого наилучшего. Поздравляем вас. Никто не пишет, никто себя не узнал здесь. Татьяна Королькова. Обязательно тоже с нами свяжитесь. Наши поздравления. Так, шестой победитель. Так, номер шесть. Ирина Раймхе. Мои поздравления вам. Так, это, наверное, в Германии живут. Я извиняюсь, если я вдруг неправильно читаю имена или фамилии. Как могу. Как получается. Так, Ирина, тоже вас поздравляем. Номер какой у нас? Семь. Да. Уляна Когут. Просто сердечко. Ну, а дверьте, как ваше сердечко выстреленало. Так. Так, есть контакт. Так, и обязательно отзовитесь, чтобы мы знали. Да, обязательно напишите. А если кто-то не напишет, себя не увидит или вдруг что. Если у нас вдруг останутся подарки или еще что-то потом, если что, еще разыграем. Мало ли кто-то не напишет. Так, восьмой победитель. Вайда Эгли. Если я Эгли. Эгли из Литвы. Из Литвы. Привет. У нас уже есть хорошие знакомые из Литвы. Евгений и Алекс. Да, спасибо вам большое и поздравляю вас. Так, девятый. Жанна, Жанна, поздравляю вас, любимая семья в Германии. Жанна, мы вас тоже поздравляем с победой. Только я не знаю, как мы будем спрашивать, ну, как мы удостоверимся, что это именно этот человек. Ну, надо будет подумать или пускай свой аккаунт откроет в Ютубе скриншот, вышлет или еще что-то, да, чтобы мы не отправили чужому человеку, а победителю нет. Так, десятый. Татьяна Дятлова, спасибо за ваш позитив. Татьяна, наши поздравления. Десятые победители. Вот половина победителей уже. Так, почему никто не пишет? А, вот, написали. Спасибо вам за подарок, Тина Кая. Куда мне нужно написать мой адрес? Ватсап. На наш номер ватсап я потом его закреплю. Можете в других видео открыть описание под видео. Там всегда есть наш номер ватсап. И можете туда нам написать, и ваши адресы мы отправим. Так, одиннадцатый. Номер одиннадцать. Оксана Чулипа. Или Чулипа, или Чулипа. Летаю вас. Это с Украины, наверное. Да, поздравляем вас. Так, успехи процветания вашему каналу и надали. Николы, не заполняйтесь и достигайте ваших целей у своему жития. Короче, я читаю так, как могу. Извиняюсь. Пожалуйста, Оксана, мы вас тоже поздравляем. Поздравляем. Так. Номер двенадцать. Надя Старцева. Смотрю вас каждый день. Счастья в вашей семье. И вам также. Поздравляем, Надя, с выигрышем. Так. Спотали. Дальше. Не забывайте ставить лайк. Тринадцатый победитель будет Александр Дорошенко. Рады за вас. Молодцы. Вот первый мужчина у нас. Первый мужчина. Ну, у нас 80% смотрят женщины по статистике. Поэтому наш единственный пока что мужчина. Поздравляем вас. Так, номер какой у нас? Четырнадцать. Четырнадцать. Наталья Лукьянова. Я, наверное, как всегда, все пропустила. Нет, вы ничего не пропустите. Как раз выиграли. Как раз вы выиграли. Поэтому мы продублируем весь список. Вот как написано, да, имена потом. Я закреплю потом в комментариях, когда уже этот стрим закончится. Пятнадцатый победитель. Кто будет? Тан-тан-тан-тан-тан. Оля Гранцов. Супер. Супер. Вы тоже супер. Вы выиграли. Так, фотографируем. Дальше. Так, номер шестнадцать. Валерий Май. Валерий Май. Это Эвира, ура, ура, урай. Я даже не знаю, это с... Это, наверное, с Китая или что? Видишь, там какое-то на Китае. Да, какие-то иероглифы. Неизвестно, с какой это страны. Но спасибо вам большое за то, что вы нас смотрите. Так, сфоткали. Дальше. Ты победитель. Совсем чуть-чуть осталось. Алла Эмилёва. Или Эмилёва. Так, мира, благополучия, счастья, такой замечательной семье. Огромное спасибо всем. Так, сейчас у меня здесь фотографию сделаю. Тут ещё. Я не успеваю читать комментарии. Может, кто-то там и написал что-то. Так, номер восемнадцать. Совсем чуть-чуть осталось. Лидия Кудрявцева, спасибо, удачи вам. Вам удача тоже улыбнулась, Лидия. Поздравляем. Поздравляем вас. И два последних два подарка. Номер девятнадцать. Давайте. Казахстан просто. Казахстан, смотрю, с самого начала. Три года с вами уже. Вот вам и награда. Спасибо вам большое. Я так радуюсь, как будто я что-то выигрываю. Ну, нам приятно. Нам приятно, да. Ну, и последний. Последний подарок. Барабанная дробь. Тан-да-дан-дан-дан-дан. Кто же, кто же? Эллен. Это. Поздравляю от души. Всегда с удовольствием. Смотрю вас и радуюсь вместе с вами. Пусть ваши добрые пожелания вернутся к вам стократно. Огромное спасибо. Эллен, вы у нас последний победитель на сегодня. Очень жаль, что кто-то из вас очень сильно надеялся и не получил подарок. Ну. Хоть кого-то мы порадовали. Да, хоть кого-то мы порадовали. Так, теперь сейчас я переверну опять камеру. Надо посмотреть, кто пишет. Может, кто-то свои имена увидел. Почему не проверяйте на подписки? А как это сделать? Как это проверять, если они подписаны? Ну, у нас вроде должно быть условие, что они должны подписаны быть и написать комментарий. Вроде так. Ну, мы это все будем... Вот сейчас мы сохраняем все фотографии. Мы каждого потом после эфира будем проверять, если они подписаны, если они нам напишут. Если вдруг что-то не так и у нас останутся подарки, то, конечно же, мы потом будем еще разыграем, если у нас что-то останется среди вас. Поэтому поздравляю победителей в первую очередь. И мы надеемся, что это не последние подарки для вас. Поэтому дерзайте, дорогие друзья. Ну, а это, конечно же, если у нас... Чем больше у нас будет подписчиков, тем больше шансов у вас что-то выиграть. Поэтому я аж прямо запыхалась. Знаете, как будто я это все выигрывала. Так. Я не выиграла, зато весело. Ну, все не могут получить подарки. Вас просто огромное количество. Даже взять 14, почти 15 тысяч комментариев, 15 тысяч подарков, это... Это, извините, дорогие друзья, но мы пока что не столь богаты. Это целый дом. Так. А где посмотреть список победителей? Я закреплю после эфира. Этот эфир мы сохраним. Он останется. Я потом напишу опять этот список. И его закреплю в комментариях. Поэтому потом будете проходить и смотреть. Может, вы себя там найдете. Поэтому обязательно потом проходите. Спасибо большое за прямой эфир. Так. Ну, люди плачут. Тут смайлики такие, да? Ну, что, в следующий раз повезет. Программа, видать, на России не действует. А мне показалось, что очень многие именно из России выиграли. Почему-то. Ну, мы посмотрим по адресам. Да, потом посмотрим, кто что напишет. Потом обязательно напишем вам или во влоге расскажем, в какие страны мы отправляем эти подарки. Кто из какой страны. Не выиграла, но лайк от меня вам за каждое видео. Огромное вам всем спасибо. Не скупитесь на лайки. Нам очень приятно. Ну, по вашей активности мы понимаем, нравится ли вам наш контент, вообще, чем мы занимаемся или нет. Поэтому не скупитесь поставить пальчик вверх. Нам будет приятно и для нас это будет понятно, да? Нравится вам или нет то, чем мы занимаемся. Поздравляю всех счастливчиков. Да, поздравляю вас всех. 20 человек так мгновенно это все пролетело. Да. Сколько эмоций, да. Чей я в носру и пусть дел партии. Реперритор ла кассе. Да, это наша фраза. Что наша отложена. Я одна, которая не расстроилась. Мне много лет, я никогда ничего не выигрывала. Дай Бог вам только здоровья. Всегда есть шанс. Всегда нужно стараться. Не падать духом, да. Если честно, мы тоже никогда в своей жизни ничего не выигрывали. Как-то все своим трудом было достигнуто. Ручками все заработали. Это, мне кажется, ценнее всего, потому что если все приходит слишком быстро и нету вот этого рвения к чему-то, то оно даже не ценится так, как когда-то это заработал. Даже вот эти подарки еще мы получили от ребят. Все подарки мы все дальше подарили. Нам подарили и мы тоже подарили. Сделали приятное людям. Почему бы и нет. А мы увидим подарки. Это что означает, мы увидим подарки. Подарки мы показывали в прошлом блоге, но несколько блогов обратно, когда мы сказали, что вот что мы будем дарить, мы разбирали один подарок, показывали ложки силиконовые, да. Но здесь много чего, на картинке даже не нарисовано. Здесь вот все вот эти вот поварешки есть витро, специально есть мерные ложки двух типов, есть прихватки силиконовые, есть ложка вот эта большая силиконовая, но когда готовишь, чтобы ставить ложку, чтобы там стекало все лишнее, и два кухонных полотенечка. Вот так вот поздравляем всех победителей. Так, я выиграла, Татьяна Дятлова написала. Татьяна, свяжитесь с нами по номеру WhatsApp, да, напишите нам ваш адрес, и мы обязательно все вам вышлем в ближайшее будущее. Надеюсь, все приедет в целости и сохранности. Мы, конечно же, после эфира все перепроверим, все имена, не знаю, поищем, как это проверить, да, если люди подписаны на нас тоже, да. И надеюсь, все отпишутся, кто выиграл. Поздравляю всех победителей, спасибо за розыгрыш, вам огромное спасибо. Ну что, не будем уже все читать. Передавайте привет маме и Оле обязательно, я надеюсь, ну как, мама точно отписалась, что она есть, она смотрит. И Оля и Сережа, я думаю, тоже смотрят, поэтому всем привет передаю от вас. Так что, как определяет компьютер? Я не знаю, эта программа такая специальная для YouTube создана. Это, она просто вот так хаотична, наверное, или как она отбирает один комментарий среди всех комментариев. Это не мы лично выбираем, это такие специализированные программы. Еще и пришлось 3 евро заплатить. Я даже не думала, что они платные. В прошлый раз мы что-то ничего не платили, или я уже не запомнила, или платили тоже, да. Я уже не запомнила, но все честно, да, мы никому не... Игорь, еще рукой помаши. Могу макать целый день. Ну что, у нас вот час и 10 минут эфира. Огромное еще раз всем спасибо. Я закреплю это видео, останется этот эфир. Потом сможете, кто не успел, посмотреть. И что еще сказать? Всем здоровья, главное. Удачи вам, мяча в следующий раз. Да, мира тоже всем, дорогие друзья. Будьте немного, не знаю, дружелюбнее друг к другу. Не спорьте по пустякам, не обзывайтесь, не ругайтесь, пожалуйста. Мир всему миру мы желаем в первую очередь. Все начинается с каждого из нас. Если мы все будем злы друг на друга, если мы все будем обзываться, кривляться, ненавидеть и так далее, никогда ничего хорошего не будет. Поэтому, дорогие друзья, призываем всех людей к миру и здоровье. Берегите себя, радуйтесь жизни, будьте счастливы. Потому что счастливый человек никогда не будет думать о плохом. Никогда у него не повернется язык плохое сказать. Потому что счастливый человек в коем роде смотрит на все через розовые очки. Ему всегда все нравится, и он всегда доволен. И ему кажется, что жизнь прекрасная. И это правильно, дорогие друзья. Будьте счастливы, будьте здоровы. Не унывайте, смотрите на все с позитивом, с оптимизмом. А мы всегда будем вас в этом поддерживать. И стараться нести дальше свой позитив по жизни. Вас вдохновлять в чем-то, мотивировать, возможно. Где-то, возможно, мы даже своими ошибками показываем людям, как нельзя делать, как нельзя поступать. Это тоже, знаете, благое дело, если мы где-то ошибаемся. Где-то мы не правы, мы такие же простые и обычные люди, как и все. Поэтому еще раз всем огромное спасибо за то, что были с нами в этом эфире. И удачи во всем. Мы увидимся уже в следующем влоге. Надеюсь, в следующий влог будет распаковка уже. Наконец-таки. Распаковочку. Всем пока, дорогие друзья. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, здоровья. И всего самого наилучшего. Пока-пока. До следующего эфира. 300 тысяч, 30 подарков. Не выпустите. Все, всем пока. Пока-пока. Так, а где это выключается-то? Дело-то. Тут, наверное. Все, всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...